Приветствую вас! Ваша проблема заключается в том, что вы, вот несмотря на то, что вам тяжело, да, очень сильно, несмотря на то, что вы до сих пор не можете отпустить своего мужа, а вы говорите сейчас о какой-то методике, то есть вы говорите, к какому специалисту обратиться, по какой методике лучше работать, да, вот. А вы говорите так, ну, в действительности это ведь бег, от своих чувств за какие-то термины, то есть вы прячетесь за термины, вы прячетесь за имитацию какой-то бурной деятельности по отпусканию мужа, вот. Ну, как правило, так происходит, да, потому что, когда вы говорите так, когда вы используете такие слова и такие термины, вы не двигаетесь туда, в сторону отпускания мужа, и вы двигаетесь наоборот в сторону консервации, консервированию, наверное, будет правильно сказать, заморозки, вот, ваших чувств, ваших эмоций, вашего горя. Это первое. Второе. Второе заключается в том, что горе объективно для чего-то нужно. То есть, как сказать, вот, мудрецы, например, Шопенгавер, да, Ницше, Сенека, они пишут об этом так, что нельзя грустить за об умерших, нужно быть им благодарными. Благодарными за то, что они были с нами, за то, что они, ну, провели с нами время, и когда они умирают, их, о них нужно вспоминать, светлое, светлое вспоминать, да, но не грустить, а идти дальше, потому что, когда мы грустим слишком сильно, как вы, например, это означает, что мы чересчур полагаемся на них, мы чересчур полагались на них, мы чересчур растворялись на них, мы чересчур нуждаемся в них, понимаете? И ваша любовь, она, безусловно, тут, безусловно, есть любовь, да, вот, но, помимо любви, наверное, есть что-то еще, например, помимо любви есть еще какая-то потребность, да, помимо любви есть еще потребности, есть еще желания, которые вот у вас есть, которые, ну, вероятно, сейчас не реализуются, да, и есть то, что вы потеряли, возможно, с уходом своего мужа, то есть есть то, что вы потеряли для себя, с уходом своего мужа, и мне кажется, что это очень важный момент, и очень важно его понять, что вы потеряли с уходом мужа. Вот, это первое, да, здесь, второе здесь, это найти вторичную выгоду вашей грусти, то есть по какой причине вы хотите грустить, по какой причине вы делаете это снова и снова, то есть вы снова и снова грустите, вы снова и снова переживаете, у вас нет никаких интересов, у вас нет ничего, что толкало бы, двигало вас вперед, у вас нет вас, по сути, то есть по сути дела у вас нет вас, у вас нет себя. И мне кажется, что в этой ситуации вам вот необходимо обратить внимание на эти аспекты. Дальше. Подобные чувства, да, вот подобные ситуации, которые вы описываете, возникают тогда и только тогда, когда, во-первых, вы человека до сих пор не отпустили, то есть вы не приняли тот факт, что его больше нет. Вы говорите, что я вас отпускал, а с любого виду дали, нет, скорее всего, нет, скорее всего, вы избегали вот этого вот самого момента, момента осознания, что его больше нет. То есть вы говорите, что вы чувствуете его постоянно рядом, да, это значит, что он, вы не приняли, не приняли, что он ушел, вы не приняли, что его больше нет. И когда вы говорите о том, что вам приходится, ну, вам приходится играть эмоции, да, то есть при других людях, ну, играть в веселье, изображать веселье вам приходится, когда вы говорите так, а я лично склонен думать, склонен подозревать в этот момент, что именно в этот момент, вот именно благодаря этому качеству, вы, вы, собственно, так себя ведете. Вот именно благодаря этому качеству, вы так себя позиционируете. Вот благодаря этому качеству, вы можете подавлять свои истинные чувства, чувства и выражать те чувства, которые нужно выражать. Вот, то есть склонный подавлять свои эмоции, склонный подавлять свои чувства. Ну, и когда вы говорите, что наедине, значит, наедине с собой, вы не сможете находиться, это, опять же, не сомфорт и не принятие себя. Часто бывает так, что умершего человека, ну, не получается отпустить, именно из-за вины, из-за чувства вины перед ним, за что-то вы чувствуете перед себя перед ним виноватой. Ну, соответственно, здесь нужно вам будет помочь отпустить, помочь освободиться от чувства вины. Вот, и, соответственно, тогда будет легче разграничить, соответственно, ваши и его. А дальше вы не прожили все этапы отпускания, все этапы горы, которые есть. Опять же, что как бы логично, учитывая, что вы свои чувства склонны подавлять. То есть вы не находились в регрессивном состоянии столько, сколько нужно. Ну, ну, вам, например. Для вас, например. В принципе, я думаю, что вам, вам можно прикинуть, чего бы хотел для вас ваш муж, то есть, ну, что бы хотел для вас, чего бы хотел для вас, вот. А, и, собственно, того ли он, того бы он хотел, что сейчас происходит с вами. То есть, если вы любите его, если вы хотите, чтобы он был жив в вашей, ну, в вашем воображении, да, в вашей памяти, то вспомните, чего он хотел для вас и сделайте это. Так вы будете всегда с ним. То есть он никуда не ушел, он с вами. Нам нужно просто вспомнить об этом, вспомнить, что у вас в сердце. Приживайте, то вы не из-за этого. Приживайте вы из-за того, что вам что-то нужно в этот раз. Вы что-то потеряли. Давайте будем честны. Здесь вообще нужна откровенная честность в первую очередь, потому что, ну, без честности не получится ничего. Вот, к сожалению. И, ну, какие-то нелицеприятные совсем моменты. Совсем нелицеприятные моменты. А, их надо будет принять. Вам любят, вам это будет неприятно, вам это будет больно, но их нужно принять. Вот. Со-то вы описываете, ну, хорошо, хорошо подходит под эмоциональную привязанность к человеку. Соответственно, при жизни растворения в нем зависимость возможна и принижение себя возможна. Вот. Все эти вещи, мне кажется, для вас справедливы, и мне кажется, что на них нужно обратить внимание. Что касается методики, она разная, в зависимости от вашей личности, но для начала вам нужно снять эмоциональный тон, в котором у вас сейчас есть, если он есть, потому что без этого психотерапия невозможна. Вы говорите, что вы принимаете антидепрессанты, не очень понятно, кто вам их выписал, если у вас должна была быть диагностирована депрессия, болезнь. Ну, если, если, если мы говорим о лекарственных средствах, да, вот, у вас должна была быть диагностирована депрессия. Но при депрессии, в том числе, вам должно было быть назначено лечение, и лечение, в том числе психотерапевтическое. Почему я этого не сделал, ну, не очень понятно. Тогда откуда антидепрессанты, тогда кто наслаждал, и в рамках чего? То есть вы пишете о том, что я на антидепрессантах, как бы, как бы, и что антидепрессанты, они не лечатся, антидепрессанты ничего не делают, они не оказывают никакой терапии, они это поддерживающие препараты. Во время, да, вот, во время действия антидепрессантов вам нужно работать с специалистом, с психологом, с психотерапевтом, вот, и постепенно вы будете отпускать своего, своего мужа, и переключаться на что-то свое, на себя свои чувства, и так далее. Вот, проживать скорую, может быть, не может быть, и так далее. Знаете, какая штука, какая штука, вот. Так что, не нужно вам, в этом смысле, забивать свою голову, голову выбором специалиста и методиками, с которыми, методиками, с которыми буду с вами работать. Вот, гораздо важнее, чтобы вы, эм, доверялись человеку, вот, ну, чтобы вы, вот, увидели человека, да, увидели специалиста, и, поняли, что, вот, я хочу работать, соответственно, с ним, ну, я хочу с ним работать, я буду с ним работать, да, вот, это важно, это очень важно. Вот, в принципе так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать, вы делать его лучше, я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.